Шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня обсудим недельную главу Торы «Ноа». Эта глава, дорогие друзья, повествует о грустных событиях, о потопе, уничтожившим все существующее на земле, о людях поколения раздора, вздумавших построить Вавилонскую башню, чтобы достать до Бога, о наказании посланном им за это. Но заканчивается наша недельная глава радостным событием – рождением первого еврея – Аврагама. О нем сказано в Мишне, Перкеявод, «От Ноа до Авраама десять поколений». Все поколения гневили Бога и уходили, пока не пришел наш пратьец Авраам и получил награду за всех. Более чем странная фраза. Какую награду мог получить Авраам? Ведь все эти поколения гневили Бога, пока он не привел на них воды потопа. О какой награде, дорогие друзья, идет речь? Давайте попробуем разобраться. Начнем с того, что наша глава Ноах затрагивает период после сотворения мира. После создания первого человека в нем описывается, что все творения, которые Всевышний создал, он же и разрушает. Всемирный потоп делит историю человечества на до и после. Ни один период истории человечество не окутан такой таинственностью, как допотопный. Согласно Митрашам, допотопа человечество пребывало в благодатных, можно сказать, почти райских условиях. Люди уже не жили в Ган-Эдене, в райском саду, однако условия их жизни были прекрасны. Но удивительно, что люди не могли радоваться столь безбедному существованию. Перед потопом господствовало настроение подавленности, унылости и депрессии. Люди сетовали на то, что утратили смысл жизни, и ничто больше их не радовало. Именно это, дорогие друзья, привело человечество к тем злодеяниям, за которые они и будут наказаны. Итак, между двумя поколениями, поколением потопа и поколением раздора существовала значительная разница. Люди поколения раздора бунтовали против Всевышнего, но делали это дружно, вместе. Между ними царили мир и благодать. Один язык, одни слова. Поколение же потопа, хоть и не бунтовало против Творца, грешило ненавистью между людьми. Эта разница наложила свой отпечаток и на неспосланное на эти поколения наказание. Поскольку грехом людей поколения потопа были отношения между собой в рамках материального мира, то и наказание их касалось этого мира. Они были стерты с лица земли. А поколение раздора, чьи грехи находились в области отношения между человеком и Богом, было наказано не в этом мире, а в грядущем. У него нет удела в будущем мире. Пусть редкое единодушие в поколении раздора служило греховным целям, но само по себе оно заслуживает уважения, дорогие друзья, и награды. Очевидно, что это поколение не могло получить награду за это, ведь бунтовало против Всевышнего и потеряло удел в будущем мире. Невостребованная же награда осталась. Именно эту награду, дорогие друзья, и получил Авраам, благодаря своему беспрецедентному милосердию и любви к созданиям Божьим. Он призывал тысячи этих созданий к истине. Он даже молил Всевышнего о прощении жителей с дома. Отличавшись таким отношением к людям, он заслужил награду не только за свое добро, но и за то самое единодушие людей поколения раздора. Этого не произошло с Ноохом. В Кабале говорится, что изъян в служении Нооха, из-за которого он стал праведник только своим поколением, заключается в том, что он не молил Всевышнего смиловаться над грешниками, так как это делали праведники последующих поколений. Которые шли ради современников на истинное самопожертвование. Как, например, Маше, сказавший Всевышнему, «И теперь, если простишь их грех, хорошо, а если нет, то сотри меня из твоей книги, которую ты написал». «И за это воды потопа наказывают водами, называются водами Нооха, ибо если бы не его пассивность потопа не было бы вообще». На первый взгляд, странная претензия. Ноох 120 лет пытается убедить свое поколение раскаяться и покаяться, то есть заботиться о них. Так почему же не молиться за них? Не просил для них милосердия. Ноох делает только то, дорогие друзья, что Всевышний ему велел. К этому и сводилась его праведность. И в своей категории его праведность была безупречна. Просто категория эта не выше. Всевышний повелел говорить людям, Ноох говорил. Всевышний не велел Нооху молиться за людей, Ноох не молился. И дело не в нехватке инициативности, а в нехватке самоотверженности. Другими словами, он не получил награды за предыдущие поколения по двум причинам. Во-первых, не было среди людей этих поколений единства. Более того, они ненавидели друг друга. Во-вторых, и самому Нооху не было дела до людей своего поколения. Он занимался собой, своей праведностью и не думал молиться за своих ближних. Очень важный урок, который мы можем извлечь из этой недельной главы, касается нашего отношения к окружающим. Мы ежедневно, дорогие друзья, встречаемся, общаемся, вместе решаем разные вопросы и дела, выражаем им свои чувства и чего-то ждем от них. При этом люди часто забывают, что у них есть определенные обязанности в отношениях с другими людьми. Тому же, кто хочет достичь высшей степени благочестия, следует научиться поступать с другими людьми, как самим собой, как у нас говорится, люби ближнего, как самого себя. В мире все взаимосвязано. И то, как вы поступаете с другими людьми, определяет, достигнете ли вы своих целей. Каждый из нас не может существовать отдельно от мира, поскольку мир является тем, что нас питает, развивает и поддерживает. В этом контексте мне очень хочется пожелать всем нам гармонии в себе и с окружающими нами людьми. Будьте здоровы! Браха и выход слаха! Много сил! Шалом! Ваш Равин Каплан!